Как в интернете отличить традиционного проповедника от псевдопроповедника? Во-первых, изучать религию желательно в мечетях или специальных духовных учебных заведениях. Затем, нужно выбирать проповедников, одобренных духовным управлением мусульман Казахстана. Их данные можно найти в интернете. Наряду с этим имена и фамилии традиционных проповедников имеются у имамов и работников в местных мечетях. Во-вторых, видеоролики традиционных религиозных проповедников размещены на сайтах muftia.kz, kazislam.kz и muslim.kz, а также на сайтах районных и городских мечетей. В-третьих, надо с большой осторожностью относиться к проповедям иностранцев. Причем в их рядах не только иностранцы, но и граждане, депортированные из Казахстана по религиозным соображениям. Потому что некоторые люди извне, под прикрытием религии, нацелены разрушить мир и стабильность в стране. Для этого они при любых вопросах касательно религии выносят различные фетвы. Как следствие, прихожане не в силах прийти к единому мнению и начинают делиться. В мечети нарушается согласие и единство. Именно поэтому в решениях всех религиозных вопросов нужно руководствоваться фетвами думок. В-четвертых, нравоучение традиционных религиозных проповедников по возможности соприкасается с народными традициями. В них содержится призыв народа к единству, солидарности, миру и согласию. В-пятых, псевдопроповедники зачастую бывают однобоки, довольно резко высказываются в адрес представителей других вероисповеданий, отдавая приоритет мусульманам. Более того, среди них встречаются и те, кто призывают изменить систему с помощью оружия, переселиться из Казахстана в мусульманские государства и совершить хиджиру. Псевдопроповедники считают мусульманами лишь себя и своих единомышленников, остальные для них кафиры. От подобных проповедников следует держаться подальше. Субтитры создавал DimaTorzok